Всем привет! Сегодня вкратце познакомимся, что такое, узнаем точнее, что такое временные объекты. Ну, если вдруг кто не знает. Так вот, с точки зрения C++, временные объекты это те объекты, которые мы, так сказать, не видим. Ну, к примеру, смотрите, int i равно 0. Вот такой цикл. i является временным объектом или нет? С точки зрения C++, он временным объектом не является. Он является объектом, у которого есть имя i, то есть, соответственно, еще есть i-адрес, и к нему можно доступиться. Просто время его жизни, ну, вот ограничено вот этим вот циклом. Но, тем не менее, это не временный объект с точки зрения языка C++. С точки зрения языка C++, временные объекты это те объекты, которые программист не видит, которые пользователь не видит. Просто он может их не видеть, но они создаются. И когда же они создаются? Вот сейчас хороших пару примеров будет. Вот этот пример у Страуструпа нашел. Ну, а вот не у Страуструпа, но он подобный. С1 плюс С2. Что это такое? Это стандартная библиотечная строка, класс, стринг. И вот мы С1 плюс С2. У стринга... Так, операт... Тут нету. Наверное, в BasicString где-то... Где-то... Короче, не буду искать. Вот, короче, оператор плюс есть. И, соответственно, С1 плюс С2. Складываются два объекта. На выходе у нас получается стринг. Вот. И вот здесь как раз это и есть временный объект. У этого временного объекта мы получаем указательно-сишную строку. И возвращаем ее. В этом случае, что будет в этом случае? Ну, поведение не определено. Дело в том, что временный объект создается на основе двух вот этих объектов. Так, так. Соответственно, он и уничтожается сразу же после того, как завершится... Закончится вот это вот выражение. То есть, вот, вот эта операция закончилась. Мы получили какой-то указатель. После этого этот временный объект уничтожается. А, кстати, у меня еще в советах по Си плюс плюс. То ли тут в открытом доступе, то ли на Патреоне из книги Скотта Мэйерса есть тоже советы, которые как раз касаются временных объектов. И называется там, по-моему, изучить те причины возникновения временных объектов. То есть, как бы, эта тема важна. Ну, как бы, тут все темы важны, поэтому продолжим. Так вот, вот здесь создастся временный объект класса стринных. И после завершения операции он будет уничтожен. То есть, будет вызван деструкта. Соответственно, что там будет по этому указателю, который он вернет, непонятно. Вот, непонятно. А второй пример, он аналогичен первому. Кстати, да. Если мы просто напишем char, то нам подскажет, и компилятор угнется, что мы не можем у временного объекта взять адрес. Ну, адрес, да, потому что здесь он временный объект. Здесь он временный, временный и все. И у временного объекта мы не можем вот так вот взять и получить, как бы, ну, какое-то значение. Но вот с константа, если мы пишем const, можно. Так вот, какая здесь проблема? Ну, смотрите. Ну, к примеру, мы складываем две строки, выводим на консоль, потом, 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 давайте это уберу. Потом мы сравниваем какой-то, ну, это имеется в виду, какой-то код идет. Вот, и мы сравниваем первый символ. Чему он равен? Это, может быть, не знаю, мы что-то ввели с консоли, потом суммировали. Ну, короче, не важно, что это, вот, вот, пример, да, временного объекта. Так вот, потом мы берем этот указатель и сравниваем с чем-то. Первый символ с чем-то сравниваем, потом тоже выполняем какие-то действия. Так вот, смотрите. Гарантия, что вот это будет работать, ну, никто не гарантирует, что это будет работать. Потому что в зависимости от компилятора и в зависимости от реализации библиотеки стандартной, при разрушении временного объекта, временный объект может затирать ту область памяти, ну, которой он владел. Вот, соответственно, вот уже, уже на этом этапе, уже поведение не определено. Точно сказать нельзя, что здесь будет. Ну, мы сейчас посмотрим, что здесь будет. Здесь точно такой же вариант, он еще более запутанный. И как Strauss-Trupp пишет, что кто-то может сказать, что не делайте так никогда. Да, нельзя так делать. Потому что, опять-таки, здесь есть временный объект. Это раз. Время его жизни вот закончится буквально после того, как будет выполнен возврат указателя. То есть, по факту передано функцию EstherLen. И то есть, вот после вызова этой функции у нас время жизни временного объекта закончится. И после того, как эта жизнь закончится, мы к нему пытаемся доступиться. Это, соответственно, опять-таки, зависит от реализации стандартной библиотеки и от компилятора. Вот, поэтому здесь поведение тоже не определено. Вот. Ну, и теперь давайте посмотрим эти два примера на трех разных компиляторах. Ну, что будет здесь? Здесь же CCC. Первое. Что выводится вот, 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 вот здесь? FA. S1 плюс S2. По-хорошему, должно было бы быть 12. Но не тут-то было. Не тут-то было. Как вы видите, выводится какой-то мусор. Почему мусор? Ну, потому что функция была вызвана. И сразу же, и сразу же после вызова на место тех переменных, то есть, что-то было записано. Соответственно, мусор. А вот здесь, смотрите, 12, да? Что такое 12? Вот мы вызываем функцию FB, передаем S1, S2, S3. В FB делаем все то же самое и выводим. То есть, почему 12? Ну, нам так повезло. Потому что это в рамках одной функции. На стеке была выделена память под указатель. И потом это куда-то там ссылалось на какой-то участок памяти. И после, ну, короче, между вот этим и вот этим действием ничего не произошло. Короче, в ту память ничего не записалось. И мы видим 12. Это нам просто повезло. Если бы деструктор, вот этот деструктор освобождал бы, очищал бы всю память, то были бы проблемы. Вот, 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 вот. И, к примеру, вот у нас отработал такой код. Мы что-то даже нашли. Смотрите, здесь интересная такая штука. Интересная штука. Если мы вот добавим вот, вот это. Мы объявляем, то есть, это некая работа, которая идет. И потом мы опять объявляем какой-то указатель константный на что-то, на временный объект. То есть, сразу скажу, я думаю, вы уже поняли, так делать нельзя. Но, возможно, кто-то так делает и привык, и потому что у него работает. Ну, вот работает. Как в этом случае, у нас вывелось 12, и у нас было что-то найдено. Возможно, у него работает, и все хорошо. Вот. Вот. Но, сейчас увидим, как на других компиляторах. Так вот, смотрите, потом какая-то работа происходит, и потом мы опять объявляем указатель константный, опять на временный объект. И фишка в том, что... Ну, давайте продыбажимся и посмотрим. Посмотрим на наш CS. Равно 12. Что-то такое. Перезапустим. Бывает. Так. CS равно 12. И теперь внимательно смотрим на CS. Опачки. И стало 32. А почему 32? А фишка в том, что вот сюда был присвоен адрес, и вот сюда тоже, вот этого временного объекта. Почему так происходит, скажете вы? Ну, потому что константные объекты, они могут храниться в совсем другой памяти. Это раз. Во-вторых, здесь, в принципе, что здесь могло произойти? У нас память адреса под хранение вот этих вот значений, одни и те же, в случае с работой с временными объектами. Детально разбирать не буду это. Это надо дезассимулировать и потратить какое-то время, чтобы это все разобрать. Соответственно, хотите, делайте. Но фишка в том, что вы изначально уже допустили ошибку. В своем коде вы ее допустили вот здесь. Ну, точнее, я допустил. Я брал указатель у того объекта, который вот после вот этой операции будет уничтожен. То есть, это изначально была ошибка. Соответственно, удивляться такому поведению, можно разобрать, почему так происходит. Но, даже если мы узнаем в деталях, как это происходит на машинном уровне, все равно проблему эту нашу не решит. Нашу проблему решит, если мы уйдем от вот такого вот кода. Так вот, давайте посмотрим, посмотрим это все, как оно отработает. И у меня здесь заготовлено, ну, я пересоберу сейчас. Вот, на трех компиляторах. Это GCC, C-Lang или Clang. И Intel C-Compiler. И давайте Clang. Или C-Lang. Вывело, пусто. Но это вот это выводит, да? Для этой функции. Но что было по тому указателю, то и вывело. Дальше 12 и 32 и Find. Дальше запустим GCC. Что у GCC? Выявило что-то. Тоже мусор 12 и 32 совпало. А вот Find не совпало, не отработало. Что такое Find? Find это я сравниваю всю ту же CS на момент наличия там единички. Вот. То есть, можно предположить, что для GCC, GCC под этот указатель или под этот, использует один и тот же адрес. Но для C-Lang он использует два разных адреса. Это можно так предположить. Дальше еще давайте попробуем Intel-овский компилятор. Intel-овский компилятор тоже какой-то мусор вынес. И он, в принципе, работает, ну, схож с работой GCC. Вот. Ну, как вы видите, результаты отличаются для трех компиляторов на одной платформе. Прошу вас заметить. Это одна платформа, одна архитектура. То есть, один компьютер, одна операционная система. Вот. А что будет, если абсолютно на разных операционках где-то делать? Под разные архитектуры. X32, X64, может быть, 16-битные архитектуры и т.д. и т.п. Вот. То есть, непонятно, что там будет. Но, в любом случае, я думаю, вы поняли, что такое временные объекты. Они довольно часто возникают, когда мы что-то складываем с чем-то, а потом, ну, типа там, Object1 плюс Object2 плюс Object3. И это все там, например, разделить или умножить на Object1. То есть, грубо говоря, для хранения вот этого результата нужен временный объект, временная ячейка памяти, в которой будет он содержаться, чтобы потом вот этот результат умножить на вот этот объект. Короче, короче, при возможности старайтесь избегать временных объектов, хотя уйти от этого полностью не получится никогда, но можно уменьшить. Почему нужно избегать создания временных объектов? Ну, если это возможно. Ну, как минимум, потому что это лишние вызовы конструкторов и лишние вызовы деструкторов. То есть, объект уже создался, и, возможно, надо будет переписать немного оператор, возможно, какую-то свою функцию, которая сложит два объекта, так, к примеру, вызвать функцию void add, и она не будет создавать два объекта, она просто пробежится по двум существующим и вернет результат в третий объект, который тоже создан, либо же какую-то функцию написать, там, к примеру, к этому объекту прибавить вот это. Ну, короче, это уже вы смотрите сами. Вот, но лишнее создание временных объектов может сказываться на производительности, вот, особенно если это высоконагруженные системы. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.